Что делать, если учащиеся не выполняют домашнее задание при перевернутом классе? Этот вопрос так часто задается педагогами, которые пытаются организовать свой урок по сценарию перевернутый класс, что сегодня хочу остановиться очень подробно именно на нем. Итак, коллеги, самый первый вариант, самый первый вариант, который сразу же приходит в голову, не давайте домашних заданий, отмените домашнее задание. Ну правда, какой смысл в том, чтобы дать домашнее задание, если мы знаем, что они их не выполнят? Если я вас очень сильно сейчас шокировала этим заявлением, не выключайте это видео, ни в коем случае. Будьте добры, пройдите вот сюда, пройдите сюда, вот по этой ссылочке, вот по этой ссылочке, нажмите на нее, кликните. Здесь посмотрите видео, в котором я говорю о том, что такое домашнее задание, это наказание или поддержка для нашего учащегося. Посмотрите сначала это видео, а затем возвращайтесь сюда назад, и мы с вами продолжим разговор. Если вы уже видели это видео, или я вас не шокировала своим первым вариантом, который предложила вам, то продолжаем смотреть далее. Итак, вот если мы с вами не даем нашим учащимся домашнее задание, то весь наш перевернутый класс будет организован на уроке. Вот ваши 45 минут, или если два урока подряд, значит больше, и будет перевернутый класс на уроке. Что это значит? Это значит, что для учащихся будут разработаны соответствующие учебные материалы. Это значит, что работать они будут самостоятельно, но, безусловно, заручившись вашей поддержкой. Вы из класса никуда, ни в коем случае не пропадаете. Они работают либо в парах, либо в группах, либо индивидуально, но с возможностью задать вопрос, спросить у одноклассников, или ответить однокласснику на вопрос, или спросить у вас. Не важно, главное, чтобы у них была какая-то поддержка организована. Они изучают этот материал, они могут как смотреть видео, они могут как читать, они могут составлять ментальные карты, они могут выполнять задания после того, как они посмотрели видео, и так далее, и так далее. Весь ваш перевернутый класс будет происходить на уроке. Вот в этом случае у нас весь фокус переносится на деятельность в классе, на их учащихся деятельность в классе. Это первый вариант, который мы можем с вами реализовать. Если мы знаем, что действительно есть такая проблема с конкретным классом или с несколькими классами, что большая часть учащихся не выполняет домашнюю работу. Второй вариант, если только часть учащихся, какая-то малая часть учащихся не выполняет домашнюю работу. Вот здесь самое главное, коллеги не совершать одну ошибку, которую очень многие преподаватели совершают, когда пытаются перевернуть класс. Не рассказывайте то, что вы дали на дом учащимся в начале урока. Ни в коем случае. Здесь вы делаете таким образом. Та часть учащихся, которые оказались подготовленными, они продолжают заниматься тем, что у вас было запланировано. Либо они проблему решают, либо, может быть, они видео снимают, либо они инфографику составляют, либо они примеры решают, может быть, они на улице идут. В общем, вот та деятельность, которая у вас была запланирована в классе, вот они этой деятельностью занимаются. А те ученики, которые оказались неподготовленными, им просто нужно пройти весь путь. Им нужно предварительно сделать домашнюю работу на уроке теперь уже, и потом перейти уже к следующей части. То есть они чуть-чуть больше времени потеряют, скажем так. Все. Но это тоже вариант, и он работает. И третий момент, если у вас в классе кто-то один или два не работают, всегда, наверное, нет такого класса, где бы такого ученика как минимум одного не нашлось бы. Вот смотрите, друзья, ни в коем случае не расстраивайтесь вот из-за этого. Почему я так говорю? Потому что вот, я не знаю, со сколькими учителями я уже поработала, мне надо почитать отдельно. Ну, вы знаете, когда ты слышишь от учителя такую обратную связь, что да, получилось сделать перевернутый класс, удивительно, как они самостоятельно работали, удивительно, какие они были активны, сколько вопросов я получила, но я не могу сказать, что я была довольна. Ну, вот все равно, ну, вот два ученика сяд, ничего не делают. Ну, ничего не делают они, ну, никак, никак не подходит вот мне этот вариант. Вот неудобно. Друзья, если у вас в классе 30 учеников, 28 работают. Не зацикливайтесь на этих двух. У них разная мотивация может быть. Кому-то просто действительно нужно чуть больше времени. Ну, просто чуть больше времени. Оставьте вы их в покое ненадолго. Помогите им, сядьте рядом с ними, спросите, какие трудности. Уделяйте теперь на уроке этим двум ученикам больше внимания, потому что теперь у вас есть возможность. 28 способны работать сами, 2 не могут, сядьте рядом, работайте вместе с ними. Вот, вот таким образом можно просто-напросто поступить с этими учащимися. Я знаю, что те коллеги, которые проходили у меня курсы, они именно таким образом и поступают со своими учениками. Вы их поддерживаете, вы им помогаете. И, коллеги, мы же понимаем, что эти же самые два ученика и при традиционном классе у нас не работали. Просто теперь благодаря перевернутому классу на лицевую сторону вывернулось то, на что мы раньше не обращали внимания или то, что мы не замечали. Но согласитесь, когда ученики по большей части слушают вас, и, соответственно, они все сидят, они все молчат, они все смотрят на вас, ну, кажется, что все работают. Значит, как только мы фокус себя переносим со своей деятельности в классе, переносим на учеников, вот тут-то мы сразу и начинаем замечать, что, оказывается, кто-то-то и не работает, да и не способен вовсе к этой работе. Поэтому просто многие вещи при перевернутом классе становятся явными, и мы их видим. И это неплохо, наоборот, это обратная связь для нас, и мы должны понимать, что мы с этой обратной связью делаем. Вот такие несколько вариантов, которые я вам рассказала. Можно применять при перевернутом классе, когда вы сталкиваетесь с невыполнением домашней работы учащихся. Я жду ваших комментариев и вопросов внизу под этим видео. И самое главное, коллеги, нам нужно понимать, что для того, чтобы домашнее задание выполнялось, учебный процесс должен быть осмысленным. Для того, чтобы он был осмысленным, наш ученик должен быть активным на уроке. А для того, чтобы он действовал сам, он должен быть способен к самостоятельной автономной работе. Есть это у наших учеников? Нет. Вот поэтому мы и получаем вот эту проблему. Невыполненное домашнее задание. Это следствие, это следствие вот той организации учебной работы, того построения учебного урока, который мы применяем из года в год, из класса в класс, из урока в урок. А я желаю вам интересных уроков. Обязательно в комментариях задавайте вопросы, которые у вас возникли по ходу просмотра этого видео. И добро пожаловать на мой курс «Секрет рабочего листа», где вы создадите учебные материалы, работая с которыми у ваших учащихся не останется никаких шансов, чтобы быть пассивными наблюдателями на уроке. Они все у вас будут вовлечены в учебную работу. Всего вам доброго! С вами была Марина Курвиц. Субтитры создавал DimaTorzok